Военный комиссариат орган местного военного управления в Советском Союзе, а затем в республиках бывшего СССР, ответственный за военно-мобилизационную и учетно-призывную работу в вооруженных силах Союза и постсоветских государств, могут быть краевыми, республиканскими, областными, городскими и районами, последние два могут быть объединенными. Ранее в России были также окружные, губернские, уездные, волосные. Во время Великой Отечественной войны никаких полевых военкоматов не было. Данное просторечное словосочетание применяется некоторыми к временным структурам, осуществлявшим призыв на службу и подчиненным непосредственно военным советам действующих армий. Руководство служебной деятельности военных комиссариатов осуществляется Министерством обороны Российской Федерации через командующих войсками. Военных округов управления служебной деятельностью военного комиссариата осуществляется военным комиссаром. Военные комиссариаты не имеют филиалов и представительств. В структуру военных комиссариатов входят командование, основные подразделения, в том числе и отделы по муниципальным образованиям, подразделения обеспечения и центры социального обеспечения. Отделы могут создаваться в муниципальных образованиях, имеющих статус городского округа, внутригородских территорий, городов федерального значения, муниципального района. Каждый отдел имеет печать с указанием номера отдела, которое передается начальнику этого отдела военным комиссарам. Основные подразделения и центры социального обеспечения осуществляют свою деятельность на основании положения них. Утверждаемых военными комиссарами начальником отделов военными комиссарами выдаются доверенности на осуществление служебной деятельности. История. 8 апреля 1918 года Советом народных комиссаров принимается декрет об учреждении властных уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам, на основании которого в течение года на территории Советской Республики создаются 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч властных военных комиссариатов. На военные комиссариаты были возложены следующие основные задачи – вести учет военнообязанных, проводить первоначальное военное обучение и осуществлять призывы в вооруженные силы СССР, формировать их части, организовать их снабжение, управлять войсками, предназначенными для обслуживания территории данной губернии. Проводить в жизнь декрет о Всевобуче обороны Донбасса и Г. Сталина в 1941 году. 383 СД. Донецк. История. События. Факты. Задачи. Основными задачами военного комиссариата являются подготовка и проведение мобилизации учет людских и народных хозяйственных ресурсов, подготовка молодежи к несению военной службы, организация проведения призывов граждан на военную службу и на учебные сборы, организация приема граждан на военную службу по контракту, осуществление других оборонных мероприятий, формирование, типы военный комиссариат субъекта России, военный комиссариат, подчиненный военному комиссариату субъекта России, городские, районные аббревиатуры. В служебной переписке применяются следующие аббревиатуры КВК – Краевой военный комиссариат, РСВК – Республиканский военный комиссариат, ОВК – Областной военный комиссариат, РВК – Районный военный комиссариат, ОГВК – Объединенный городской военный комиссариат, ГВК – Городской военный комиссариат, День сотрудников военных комиссариатов, День принятия декрета об учреждении властных, уездных, губернских и окружных комиссариатов. По военным делам отмечается в Российской Федерации Республики Беларусь Как профессиональный праздник День сотрудников военных комиссариатов На Украине также существует День мобилизационного работника Который отмечается 14 сентября Германия В Германии примерные функции исполняют Крейзуэрер Садзамт Интересные факты С 22 июня 1941 года по 1 июля 1941 года Военными комиссариатами Вооруженные силы СССР Было призвано 5 миллионами 300 тысячами человек